Меня зовут Алексей Гуревич, работаю я в компании системный оператор единой энергосистемы. Это компания, на которой возложена функция диспетчеризации перетоков электроэнергии по всей стране, и она отвечает, еще раз скажу, за системную надежность. В компании достаточно давно уже работаю, можно сказать, с АЗОВ, скажем так, построение систем информационной безопасности, поэтому есть определенный опыт понимания того, какие процессы и какие системы есть в компании, и, собственно говоря, чем она занимается, что нужно делать. По окончанию вуза начал заниматься конкретно вот этой профессией информбезопасности, собственно, и никуда пока я и не уходил, и пока не собираюсь. Интересно было услышать позицию, собственно говоря, регулятора на те вещи, которые происходят в законодательстве, которые происходят, в принципе, в мире, и что конкретно регулятор готов предложить для субъектов ТЭК в плане развития, в принципе, направления деятельности самого регулятора. В энергетической отрасли появляется третий регулятор, который готов, собственно говоря, работать и включаться в работу, готов слышать, слушать и предлагать какие-то вещи, которые помогут в обеспечении информационной безопасности только энергетического комплекса. И в этом плане как раз он сказал о том, что они будут готовить внесения изменений не только в направлении информационной безопасности, но и в направлении системной надежности, то есть будут документы, которые существуют в разных направлениях, пытаться объединить и сделать в едином русле. Это очень позитивно. Рабочая группа из достаточно большого количества субъектов, он, в принципе, может перерасти действительно в что-то такое здравое, которое будет помогать отрасли развивать нормативную базу, какие-то там требования и анализировать угрозы, возможно, и вообще взаимодействовать с другими регуляторами по безопасности, там, критической структуры. Это 87-й федеральный закон, он говорит о чем? То, что есть критическая информационная структура, инфраструктура и есть регулятор, который отвечает за безопасность этой критической информационной инфраструктуры. Это в стек России. При этом те субъекты, которые, ну, те компании, которые становятся субъектами КИИ, там есть перечень, скажем так, направлений промышленности, там и медицина, в том числе, там и электроэнергетика. Эти компании, исходя из законодательства, будут впоследствии обязаны передавать сведения о случающихся инцидентах и о своей инфраструктуре по второй регулятор, который как раз строит систему предотвращения и предупреждения последствий компьютерных атак. Это ФСБ России. То есть вот у нас есть два регулятора по безопасности, профильных, скажем так, и так вот на как бы на первую сторону, на как бы в первый ряд как бы с ними начинает становиться министерство, которое, в принципе, ну, достаточно правильно это делает, потому что регулировать по всей стране, по всем отраслям – это одно дело, а регулировать внутри одной отрасли, формировать как бы документы, которые будут несубъективны, объективны для как бы всех компаний внутри одной отрасли – это очень верно. При аварийных нарушениях есть отдельное постановление правительства, которое как раз описывает, что делать, какие сроки восстанавливать, системы те или иные, описаны какие системы и так далее. Вот это нужно тоже учитывать при, в том числе, построении систем информационной безопасности, кибербезопасности. Отрасль электроэнергетики, она очень консервативная. То есть те вещи, те узлы, которые действительно обеспечивают надежность работы системы, процентов, наверное, на 75-80, все еще автоматические. И поэтому цифровизация туда не дошла, соответственно, вот этих вот новых киберрисков там и нет. А вот оставшаяся часть 20, да, там процентов, скажем так, это вот новые цифровые подстанции, новые системы управления, вот как бы там риски. Поэтому вот у нас есть небольшой такой задел по надежности в стране, что мы все еще как бы находимся в тех технологиях, которые не подвержены киберрискам. И у нас есть возможность научиться как бы их нивелировать. И, собственно говоря, те механизмы, которые будут применяться и отрабатываться, мы можем уже превентивно применять для развития систем. И Stuxnet, и Венесуэла, вот из последнего, да. То есть вообще, в принципе, то, что сейчас в последнее время случается, это, конечно, очень плохо, но для топ-менеджмента и технологических структурных подразделений руководителей, они, конечно, от этого очень далеки, а вот это на слуху, собственно говоря. И, в принципе, такие вещи, они реально помогают становиться ближе с точки зрения пояснения задач информационной безопасности. Вот, наверное, из последнего, что очень сильно, по крайней мере, у нас муссировалось, это тема с Венесуэлой. В компании принята стратегия развития IT, в котором, как бы, есть достаточно большой раздел по информационной безопасности. Как бы, ну, мы стараемся своевременно, как бы, доводить до руководства новые риски, возникающие какие-то новостной фон. Поэтому ручное управление, скажем так, тоже существует, но в целом, как бы, это не сильно беспокоит. То есть есть плановое развитие, есть, там, те же самые системы мониторинга, которые позволяют анализировать, в принципе, что происходит, там, с нашей, там, периметром, да, там. Есть информационный обмен, как вот я вот на дискуссии говорил, с коллегами из НКЦКИ, которые помогают, в принципе, подсказывают, как бы, что там по отрасли сейчас происходит, какие наиболее актуальные угрозы появляются. Это, как бы, в целокупности дает такое, как бы, ну, такое нормальное, рабочее, такое, как бы, состояние. Паники нет, скажем так. Это основная проблема безопасника, собственно говоря, продать себя, да, как бы, то есть показать, чем ты занимаешься, собственно. Вот это, как бы, ну, достаточно сложная вещь. Ну, мы, как бы, боремся с этим. Как-то у нас это иногда получается, скажем так. Проблема с кадрами существует у нас в стране, в общем-то, достаточно большая. Могу, там, вот, привести цифры того момента, когда я выпускался из факультета информационной безопасности, выпускалось по стране порядка, там, 500 человек. На тот момент требовалось, там, уже несколько тысяч человек, там, то есть в разы больше, чем, как бы, в принципе, потенциально наши вузы, современные, могли выпускать. Сейчас, как бы, сделан широчий вперед, там, может быть, несколько тысяч уже упускается, но и кадров, как бы, достаточно больше, потому что задач больше. Поэтому найти правильного человека под правильное, как бы, направление в правильное время, это, конечно, очень сложная задача. И вот это тоже потенциально тормозит. У нас в компании есть, как бы, определенные бюрократические, как бы, вещи, которые тоже надо пройти перед тем, как, там, какие-то вещи сделать, закупить оборудование. То есть, делать даже больше не в бюджете, а именно, как бы, в процессе согласования. Это тоже, как бы, вот, на госкомпании накладывает большой отпечаток. Те же самые банки или какой-нибудь, там, e-commerce, в этом плане, они делают это, вот, на раз-два. И, как бы, в этом плане у них проблем нет, как бы, потому что они сразу начинают терять деньги. Госкомпании, они, как бы, в этом плане, ну, немножко изолированные, скажем так, как бы, плановая экономика. Мы сейчас планируем на три года, буквально со следующего года начнем планировать на пять лет. И вот это вообще тоже большой, как бы, в принципе, тормоз того, что мы планируем. Мы сами себя тормозим, как бы, через год. Вот это тоже накладывает отпечаток. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!